Всем привет дорогие друзья! В различных киновселенных нам показывают множество интересного оружия, начиная от примитивных на вид мечей и топоров и заканчивая артефактами, которые обладают огромной разрушительной силой и необычными способностями. В сегодняшнем большом выпуске я собрал для вас микс из интересного оружия, которым пользовались различные супергерои и суперзлодеи. Начнем с главного оружия Одина – Гунгнира. Гунгнир – мощное оружие, поскольку оно является символом власти. Мистическое копье, выкованное из сильных асгардских металлов, обладает многими чарами, увеличивающими его силу. Гунгнир пронизан мощной формой энергии, подобной той, что используется в разрушителе, к которому копье и привязано. Владелец копья не только может стрелять мощными и непрерывными лучами энергии, но и управлять гигантским стражем. В руках Одина Гунгнир был самым смертоносным оружием асгарда. Самый знаменитый убийца кровососов Блейд владеет очень интересным мечом. Это специально разработанный титановый клинок с кислотным травлением и сердцевиной из мягкой стали, в соответствии с техникой ковки Макури. Этот композитный сплав делает его легче, более упругим и идеально сбалансированным. Он имеет металлическую рукоять, внутри которой спрятано защитное устройство, состоящее из квартета маленьких втянутых лезвий, расположенных на ровном расстоянии друг от друга вокруг рукоятки, которые выскакивают, чтобы серьезно искалечить любую руку, сжимающую его, если устройство не отключено. Далее идет легендарная паутина Человека-паука. После укуса радиоактивного паука Питер Паркер получил сверхспособности. Однако сам вырабатывать паутину смог лишь паучок от Сэма Рэйми. Остальным же пришлось разрабатывать как паутину, так и устройство под названием веб-шутеры, которые носятся на запястьях и при нажатии рычажка выпускают синтетическую паутину, прочность которой просто поражает. Это самое главное оружие всех версий пауков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот кто, наверное, один из лидеров по количеству наборов высокотехнологичного оборудования и гаджетов, так это Бэтмен. И, естественно, большинство оружия связано с летучими мышами. Однако самым основным и часто используемым оружием являются батаранки. Это метательное оружие, основанное либо на бумерангах, либо на японских сюрикенах. Во всех версиях они сделаны из стального сплава и стилизованы в виде летучих мышей. Батаранки часто изготавливаются так, чтобы они помещались в поясной ремень. Они в основном используются в качестве оружия для подавления врагов издалека. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мощнейшее оружие ледяных великанов – ледяной ларец или ларец вечных зим. Великаны использовали его, чтобы побеждать вражеские армии и захватывать целые миры. Ларец обладает неиссякаемой мощью и способен производить и выделять все виды ледяной энергии, которая может заморозить врагов, а также погрузить мир в ледниковый период. Позже он был захвачен асгарцами и помещен в хранилище Одина, прежде чем его украл Локи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень интересным оружием владеет Йонду Удонта – это стрела из Яки. Напомню, она была изобретена на планете Центавра-4 и ее коренными жителями. Яка – это очень редкий элемент, который можно найти лишь там. Эти стрелы могут менять направление полета в ответ на свист высокой частоты, который могут воспроизводить некоторые центаврианцы. Однако в киновселенной Марвел Йонду управляется со стрелой не только с помощью свиста. Ему также необходим церебральный имплант на голове. Древняя книга заклинаний и невыразимой силы Дарк Холд, или книга грехов. Она сделана из темной материи из измерения ада. Страницы Дарк Холда содержат ряд мощных заклинаний черной магии. Однако ее влияние настолько велико, что многие, кто ее читают, теряют свои души и становятся одержимыми богом черной магии Хтоном. Магические заклинания в Дарк Холде и непостижимы с точки зрения их силы, поскольку они потенциально могут влиять на время и пространство, и даже позволяют людям воздействовать на различные измерения. Далее идет главное оружие очень опасного противника Человека-паука. Это титановые щупальца Доктора Осьминога. Фото Октавиус сконструировал их, чтобы манипулировать радиоактивными веществами с безопасного расстояния, используя только свои мысли. Однако после несчастного случая они оказались намертво прикреплены к телу Октавиуса. Механические телескопические щупальца Доктора Осьминога обладают огромной разрушительной силой, могут деформировать более слабые металлы. Каждая щупальца снабжена визором, а также острым шипом, которым можно насмерть пронзить противника. Металлические руки устойчивы к тепловому и магнитному воздействию. Невероятным личным оружием владеет Тони Старк. Это, конечно же, его знаменитая броня Железного Человека. Тони создал костюм, который не только защищал его и позволял летать, но и с каждой своей эволюцией он получал все больше различных гаджетов, в том числе и невероятного оружия. Сначала это были всевозможные ракеты и лазеры. Однако затем, с применением нанотехнологий, броня не только смогла сама восстанавливать свои поврежденные части, но и формировать большое количество оружия. Такого, как различные лезвия, молотые щиты, протонные пушки, азотные бластеры и ракеты из спины. Плюс появилась расширенная лазерная система. Перчатка Бесконечности. Она была создана гномами и позволяет владельцу использовать и направлять силу сразу шести камней бесконечности. Киновселенная Марвел это самое сильное оружие, которое при наличии всех камней позволяет делать со вселенной все что угодно. Например, убить половину ее жителей одним щелчком пальцев, а потом снова всех воскресить. Однако выдержать последствия ее использования могут только сильнейшие существа, такие как, например, Танос или Халк. Несмотря на множество огнестрельного оружия, главным для зимнего солдата всегда была его бионическая рука. Потеряв левую конечность в 45-м году, Баки Барс с промытыми мозгами получил титановый кибернистический протез от Гидры. Создание руки происходило на секретных объектах Гидры в Советском Союзе после Второй мировой войны. Видимо, этим объясняется красная звезда на плече. Эта рука давала и так прокачанному сывороткой суперсолдата Барнсу еще больше нечеловеческой силы, а ее прочность позволяла защищаться от пуль и пробивать любые преграды. Личное оружие Сьюи Вэнь Ву «Десять колец», которые затем перешли к его сыну Шан-Чи. Их происхождение в киновселенной окутано тайной, но тысячи лет назад они были найдены Сьюи Вэнь Ву и дали ему огромную силу с бессмертием. Вэнь Ву использовал эту силу, чтобы собрать армию воинов под названием «Десять колец» и завоевать множество королевств. «Десять колец» наделяет своего пользователя повышенной прочностью и неуязвимостью. Они могут запускаться как снаряды, испускать энергетические взрывы и создавать поля. Могут управляться телепатически, чтобы использоваться в качестве платформ, помогающих их пользователям перемещаться по воздуху. Иван Ванка, он же Хлыст. Ваня стал главным противником Тони Старка в фильме «Железный человек 2». Сначала его личным оружием стал механизированный каркас с двумя электрифицированными Хлыстами, питаемый дуговым реактором. Но после поражения он сделал себе уже полноценную броню, способную летать. Однако оружием так и остались два больших Хлыста, которые можно было использовать через руки костюма. Они были способны прорезать большинство объектов. Далее идет призрачный гонщик и его личное оружие, в качестве которого Джонни Блэйс использует кусок длинной цепи. Ее он нашел, когда впервые стал призрачным гонщиком. Цепь стала его мистическим оружием, которое может быть охвачено демоническим пламенем, и используется для атаки его противников, увеличивая досягаемость всадника. Цепь в основном работает как проводник тепла, будучи способны сжигать противников при контакте. Норман Осборн имел доступ к различным технологиям Аскорб, однако самым главным оружием Зеленого Гоблина является его технологичный глайдер. Он не только позволял Осборну летать с невероятной маневренностью, но и оснащался различным оружием, таким как пулеметы и ракеты. Управлял глайдером Зеленый Гоблин с помощью своего костюма, который позволял это делать и дистанционно. А чтобы надежно держаться на устройстве, ботинки Осборна электромагнитно фиксировались в специальных стреминах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Далее идет прокачанная версия молота Мьёльнера, который стал личным оружием Джейн Фостер в фильме «Тор. Любовь и гром». После того, как Мьёльнер восстановился и счел Фостер достойный, он получил новую способность, которая заключалась в том, что он мог разделяться на множество частей, чтобы действовать уже как оружие массового поражения. При этом он сохранил все оригинальные возможности. Мьёльнер дал Фостер новую жизнь со многими способностями, однако его постоянное использование ускорило рак, делая ее с каждым разом все слабее. Дядя Дарксайда, Степной Волк, как новый бог, чрезвычайно могущественное существо, родом с внепространственной планеты Апоколипс. Он является генералом войск Дарксайда, а в качестве личного оружия ему тысячелетиями служил Апоколиптянский боевой электротопор, который Степной Волк использовал во время своих длительных сражений и попытки объединить материнские кубы на земле. Топор был уничтожен в чудо-женщины, а в версии Зака Снайдера это сделал сам Супермен. Очень смертоносным личным оружием богини смерти Хелы являются зачарованные мечи. Хела может создавать эти обсидиановые мечи, состоящие из вулканического стекла, прямо из своих рук, в любой момент, чтобы сразить своих противников. Эти мечи прочнее и смертоноснее, чем обычные, при этом Хела может манипулировать их размерами и запускать мечи как дротики. А самое главное, они никогда не заканчиваются. Теперь перейдем к отрицательному персонажу фильма Mortal Kombat 2021 года Кабалу. Он был нанят Шанг Цунгом в качестве одного из своих чемпионов внешнего мира, чтобы помешать земному царству собрать своих собственных чемпионов для предстоящего турнира Mortal Kombat в обмен на солидную награду. Главная особенность Кабала это сверхчеловеческая скорость, позволяющая ему сокрушать своих противников. Однако его личным оружием являются фирменные крючконосые мечи. В фильме Мстители. Финал всех поразил личный клинок Таноса, который называется Обоюдоострый меч. Его характерная черта это ручка посередине и два лезвия. С помощью этого меча Титан смог легко одолеть Тора, Железного Человека и Капитана Америку. А благодаря тому, что он сделан из металла Уру, это редкая руда, найденная исключительно на Недовелерии, меч является настолько крепким и острым, что легко смог разбить щит из вибраниума Капитана Америки. Также Танос использует меч как метательное оружие, запуская его по подобию бумеранга, и тот в итоге возвращается к нему в руки. И Некромяч. Гор использовал его как свое главное оружие против богов. Меч наделял своего владельца силой и связывал его с миром тени. Оттуда убийца богов мог призывать многочисленных теневых монстров, а также магические щупальца оковы. Кроме того, с помощью меча Гор мгновенно перемещался из любой точки пространства в мир тени и наоборот. Несмотря на то, что большая часть тела Кейбла, а именно его левая сторона, была изменена кибернетикой и бионикой, главным личным оружием Натана Саммерса является специально разработанная футуристическая винтовка, построенная из различных орудий. Она имеет три разных режима огня. Обычные пули, гранаты и импульс энергии. Энергоимпульсная функция при полной мощности достаточно сильна, чтобы остановить Джекернаута. Винтовка также имеет расширенный прицел и фонарик. Главное оружие зверя по прозвищу Росомаха – это, конечно же, его когти. После того, как они и весь его скелет были на молекулярном уровне, покрытый адамантием, когти получили возможность разрезать почти все, что угодно, а Логана стало практически не остановить. Эти лезвия при каждом появлении протыкают кожу Росомахи, однако благодаря сумасшедшей регенерации, после их использования раны тут же затягиваются. Далее идет, наверное, самый функциональный топор из всех существующих, которым обладает Кул Апсидиан. Громадный цепной топор поражает широким спектром способностей. Он может быть использован как в качестве топора, так и трансформироваться в молок в ближнем бою. При этом он легко может достать противников на расстоянии, благодаря запускаемой головке. Топор также обладает функцией когтя, способной захватывать цели. Плюс ко всему, в нужный момент топор может трансформироваться в щит, способный отклонять различные, в том числе и энергетические атаки. Раз уж мы начали с одного из членов Черного Ордена, то и рассмотрим остальных. Корус Глей. Его главным оружием является Глефа. Это копье, которое для большей смертоносности имеет на каждом конце острые лезвия, созданные из очень прочного металла. Поэтому Глефа спокойно проткнула Вижена, повредив его системы. Хотя тело андроида сделано из самого крепкого металла на земле Вибраниума. Также копье способно блокировать энергетические лучи Камня Разума или Вибраниумных перчаток Шури. Однако именно от своего оружия Корус и принял смерть в Аканде, где раненый Вижен ударом в спину отомстил злодею. Жена Коруса Глейва Проксима Полночная также предпочитает в качестве главного оружия копье, которое в отличие от Глефа имеет три лезвия. А самое главное, оно способно выпускать мощные разряды синей энергии. Эти выстрелы были достаточно мощными, чтобы дважды отбросить Алую Ведьму на несколько метров. Также при потере оружия Проксима могла телекинетически заставить копье вернуться к ней. Однако после того, как копье было уничтожено Мстителями во время нападения на Вижена, Проксима Полночная решила воспользоваться еще одним личным оружием – своим мечом. Далее идет главное оружие Дэвида Кейна, более известного как «Черная манта». В фильме «Аквамен» Дэвид делает себе боевой костюм из высокотехнологичного прототипа доспехов Атланов, подаренного ему Ормом. Эта броня благодаря реактивным двигателям позволяет Дэвиду летать. Но главная его боевая мощь – это тепловые лучи, испускаемые с глазных линз шлема. Назад! Следующее у нас вселенское оружие Ронана Обвинителя – это боевой молот Крейн, производящий массивные сгустки энергии, которые доверяли определенным представителям данной расы. Он является основным личным оружием Ронана. После того, как он вложил в молот камень силы, то помимо конкунционных взрывов, молот стал способен стрелять огромной разрушительной волной фиолетового цвета, уничтожая множество кораблей или зданий. Благодаря камню он даже смог бы уничтожить целую планету, однако сделать этого Ронан не успел. Кана. В фильме Mortal Kombat 2021 года он является лидером клана наемников «Черный дракон». Он случайно получает знак дракона, убив его носителя, после чего ненадолго становится бойцом земного царства. Метка дракона также дает своему носителю уникальные магические способности. Именно они позволяют избранным на равных сражаться с бойцами других миров, которые превосходят людей физически и обладают магическими способностями. Пробудив свою аркану, Кана с удивлением узнает, что его главным оружием теперь является невероятно мощный лазерный луч из правого глаза. Продолжение следует... Гром Секира, которая сменила малыша Мьёльнира в руках Тора и имеет похожие возможности. Магический молот-топор также был выкован из ура в сердце умирающей звезды Нани до Велерии. Он является куда более мощным оружием ближнего боя, чем Мьёльнир, так как имеет и лезвие, и молот, да и размеры его куда больше. Гром Секира также способна сосредоточить и усилить силы Тора, поражая противников мощной энергией. И в отличие от молота, она способна создавать биврёст. Именно Гром Секиру не смогли остановить все камни бесконечности Таноса. Подать мне Таноса! Скорпион один из самых неординарных персонажей из Mortal Kombat. Поэтому и главное его личное оружие тоже уникальное. Это гарпун Кунай, который является его визитной карточкой. Хан Заха Саши выбрал это специфическое лезвие в качестве своего любимого оружия ещё при жизни и продолжил им пользоваться и после смерти. В зависимости от версии, Кунай бывает с прикреплённой верёвкой или с металлической цепью. Скорпион вонзает его во врага и притягивает к себе, после чего сжигает жертву адским пламенем. Енот-ракета Этот зверёк с самого первого своего появления поразил всех не только своей дерзостью, но и множеством разнообразных высокотехнологичных видов оружия. Больше всего, конечно же, запомнилась огромная четырёхствольная складная винтовка, которая превосходит по размерам самого ракету. Оно заряжено электрическими снарядами, которые парализуют любого противника вне зависимости от размера. Главное личное оружие ещё одного положительного персонажа Mortal Kombat Джакса – Протез. В одноимённом фильме 2021 года, во время неудачного поединка против Саб-Зира, Брикс теряет обе руки. Его спасает Рейден и снабжает механическими руками. Позже Джакс пробуждает свою аркану и получает сверхчеловеческую силу и улучшенные бионические руки. Майор демонстрирует всю мощь своих новых конечностей в бою против Рейка. Далее идёт элемент защиты Капитана Америки. Его щит, который в умелых руках Роджерса превратился в грозное метательное оружие. Он был изготовлен Говардом Старком из вибраниума. Не только самого лёгкого и прочного, но и самого редкого металла на Земле. Сам щит представлял весь вибраниум, который находился у вооружённых сил США. Роджерс использовал данный щит во время всех своих последующих операций. В итоге он стал настоящим символом супер-класса. Соколиный глаз Лук оснащён красным лазерным прицелом, который помогает Соколиному глазу быстро наводить стрелу на врагов с близкого расстояния. Четыре кнопки, расположенные по всей длине рукоятки Лука на одной линии с кончиками пальцев, позволяют Соколиному глазу быстро доставать нужные специальные стрелы своего колчана, которые имеют множество невероятных функций. Следующие браслеты Чудо-женщины. Диана, как и все амазонки, носит их как часть своей брони на запястьях. Они были созданы из остатков легендарного щита Зевса и Гиды, а потому невероятно прочные и способны отразить не только пули, но и даже мощные разряды Молнии Ореса и невероятно мощную и разрушительную тепловую атаку Думсдея. Однако, благодаря своим способностям полубогини, Диана может создавать мощную разрушительную волну энергии, когда ударяет их друг об друга. Кольцо Зелёного Фонаря. Оно наделяет своего владельца невероятными способностями. Источником силы для него служит воля носителя, которую он может трансформировать во что угодно. Потенциал кольца безграничен, но его реальные возможности зависят от личной силы хозяина. Оно способно создавать энергетические и силовые поля, а также различные конструкции и оружие. Кольцо силы позволяет владельцу проходить сквозь твёрдые объекты, летать, создавать энергетического двойника и много что ещё. Главным личным оружием Аквамена, естественно, стал Трезубец Атлана, также известный как Трезубец Посейдона. Этот священный Трезубец является атлантической реликвией, выкованной для древнего короля Атлантиды Атлана и первоначально находившейся у него в руках. Спустя столетия после изгнания и смерти Атлана, Трезубец был присвоен одним из его потомков – Акваменом. Он является невероятно мощным оружием, позволяющим управлять целыми океанами, а также контролировать большинство видов морской жизни. В Кроссбоунс Брок Рамблоу был тайным агентом гидры внутри щита, а также командиром подразделения удар. Он является очень умелым рукопашным бойцом без суперсил, способный оказывать достойное сопротивление супергероям. Однако, чтобы усилить свои навыки, Кроссбоунс использует свое главное оружие – это железные перчатки, которые многократно усиливают его удары. Плюс они имеют выдвижные лезвия-штыки, способные неожиданно протыкать врага. Плюс они имеют выдвижные лезвия-штыки, способные неожиданно протыкать. Переходим к любимому оружию самой дерзкой злодейки DC – Харли Квинн. В расширенной вселенной у Харли мелькает разное, в том числе и огнестрельное оружие. Однако обожает она больше всего биту, с помощью которой расправлялась с приспешниками-чародейки, и каноничный молот с длинной ручкой, который появился в фильме «Хищные птицы». Вообще, всевозможные молоты и топоры – это излюбленное оружие как многих злодеев, так и супергероев. Так что появляться они будут довольно часто. Ответом на личное оружие супергероя Росомахи стали невероятные когти Леди Смертельный Удар. Скелет Юрику Аямы, как и кости Логана, покрытый адамантией. Однако ее главное оружие – это 10 выдвигающихся тонких, но прочных когтей длиной больше 30 сантиметров. Они способны разрезать практически любой известный материал, а также легко протыкать противника, как иглы. В общем, Росомахе пришлось нелегко. 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 Продолжение следует...